Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и я немножко обновляю гайд, как пополнить свой Steam кошелек, купить игру и, собственно, как перевести в Steam с Kiwi свои money-money денежки. Так, в общем, ничего сложного. Нужно иметь Kiwi кошелек, который можно сделать с 14 лет, чтобы не задавали лишних вопросов. И теперь все делается намного проще. Прошлый гайд я делал, как перевести деньги в рублях в тенге и уже закинуть свой Steam кошелек. Сейчас это абсолютно не надо. В общем, просто вот ваш Kiwi кошелек. Вы можете его пополнить как банковской картой с баланса телефона, со счета в другом банке, через интернет-банк, займом и прочее, прочее, прочее. Банковской картой, если пополнять Kiwi, здесь есть процент. Я советую это делать через Сбербанк Онлайн. Ну, если, конечно, такой возможности нету, значит, пополняем банковской картой. Сейчас мы пополним счет и продолжим. Так, я пополнил свой Kiwi на 100 рублей. У меня здесь было 18 рублей. Сейчас должно прийти еще 100 рублей. Давайте обновим. И, как видите, да, в принципе, никакой процент у нас за это не снимается, если вы делаете это через Сбербанк Онлайн. Далее. Давайте переведем деньги в наш Steam поиск. Жмем поиск и вводим хоть по-английски, хоть по-русски, хоть можете вот так, как я, да, с английской раскладкой Steam. Нажимаем. Здесь вам нужно ввести ваш логин Steam. Что такое ваш логин Steam? Многие до сих пор никак не разберутся. Заходим в Steam в правом верхнем углу управления аккаунтом. И об аккаунте вот это ваш будет логин. А пароль это ваш пароль. Собственно, мы что делаем? Мы вводим наш логин здесь. И сумма у нас указывается в долларах. 118 рублей. Давайте зайдем, посмотрим курс доллара. Опять же, будет списан некий процент. Я точно его не знаю. Ну, давайте посмотрим. 118 долларов. Это... 118 рублей. Это доллар 32. Наверное, у нас... Наверное, поменьше поставить. Давайте где-нибудь 100 рублей. То есть это доллар и 12 центов. Посмотрим заодно, какая комиссия примерно будет у нас списана. Так, некорректная сумма. Так, счет киви 98. Да, все, в принципе. Тогда можно поставить здесь ровно доллар. Я думаю, я особо много ничего не потеряю. А, без запятой и точек надо ставить. Я понял. Так, доллар. Собственно, смотрим. Оплатить 98 рублей. Ну, комиссия где-то, наверное, получается рублей 10, что ли, получается. Так, наш логин. Проверяем и смотрим. Оплачиваем. И сейчас... Да, мы подтверждаем. Производится платеж. Так, в стиме у меня сейчас было 281 рубль. И нам сейчас пришло 300... У нас стало 373 рубля. То есть, ну, потеря от 100 рублей где-то рублей 8 получается. Это нормально. Далее. Теперь мы можем спокойно покупать игры. У меня уже есть в списке желаемого American Truck Simulator. Я не знаю, буду я в него играть или нет. У меня еще на счету были деньги. Ну, допустим, добавляем его, собственно, в корзину. И тут уже ничего сложного не составляет, как его купить для себя. Нажимаете купить для себя. Мой кошелек Steam. Я принимаю соглашение. Нажимаю купить. Да. Все. Продукт у нас куплен. Заходим в домашнюю страницу. И смотрим наш American Truck Simulator. Вот он у меня есть. Ну, собственно, ничего сложного, ребят. Ничего абсолютно сложного. Палец вверх, подписка на канал.